С подключением визернейм. В интернете можно делать всякое. Спикапить старушек в одноклассниках, не покупать вредные наркотики, смотреть наши видео и просвещаться. А еще здесь можно быть художником и создавать настоящие произведения искусства, о которых потом будут рассуждать солидные арт-критики. Поэтому сегодня мы поговорим о высоком и расскажем тебе про нет-арт. Сначала нужно немного разобраться в терминологии, чтобы не выглядеть дикарем в изысканном обществе искусствоведов. Нет-арт это визуальное искусство, созданное и транслируемое в интернете. Например, глюч-картинка, висящая на сайте, это нет-арт. Но если ее распечатать, она перестанет им быть. При этом нет-арт это обязательно что-то непрактичное, созерцательное и не особо веселое. То есть компьютерные игры в основном к нет-арту не относятся. А вот мемасы это уже искусство. Ребята с 4chan подтверждают. Можешь убедиться подписавшись на их телеграм. Ссылку найдешь в описании. Самый знаменитый нет-арт художник в мире Рафаэль Розендаль. Он начал создавать свои сайты еще в нулевые. Розендаль в основном делает яркие манималистичные анимации, в которых объекты вертятся вокруг своей айси. Некоторые работы интерактивны. На одном сайте Розендаля можно резать экран и наблюдать, как он истекает кровью. На другом швырять в корзину кому бумаги. На третьем хлопать бесконечными дверьми. Сам Розендаль утверждает, что его работы в год набирают суммарно 50 миллионов просмотров. Возможно половина из них от детей до 3 лет и домашних животных. Их, как известно, завораживает всякий тупняк. Интересно, что этот парень один из самых коммерчески успешных нет-артистов. Он продает свои сайты на аукционах по несколько тысяч долларов за штуку. При этом покупатель даже не может спрятать покупку в свою частную коллекцию. Он берет на себя обязательство оставить произведение Розендаля в открытом доступе и ежегодно оплачивать хостинг. Американская нет-арт художница Лорна Миллс интересуется соприкосновением интернета и природы. Скорее всего она хочет, чтобы пользователи увидели, как через цифровой мир к ним пытается прорваться мир реальный. Волны, огонь, леса и горы возникают в ее работах чаще всего. Они очень сильно пикселят, но в этом и кроется задумка автора. Если кто-нибудь опять упрекнет тебя, что ты слишком много времени проводишь в интернете и слишком мало на природе, можешь отбиться ссылкой на сайт Лорны Миллс. Так-то она художница более чем признанная. Ее гифка с пиксельными горами, вырастающими на желтом фоне, год назад трансировалась на всех рекламных экранах Таймсквер в Нью-Йорке. Другой мэтр нет-арта – Роллин Леонард. Он работает с изображениями человеческих лиц и тел. Как правило, люди в его работах распадаются на части, превращаясь в движущиеся пиксели. Анимация «Вращающиеся колесико смерти» по словам самого Роллина создана на основе значка «Ожидание» на МАК. Мы его называем «Пицца смерти». Он просто придел к оконке человеческие лица и немного поменял алгоритм движения. Название работы как бы намекает, что пока ты ждешь открытия Хардстоуна возле монитора, время уходит и приближается смерть. Но это не точно. Наверное, самая интересная работа Леонарда – это анимация, на которой голые мужчины и женщины сливаются друг с другом. При этом часть головы мужчины, которая выступала над женщиной, просто улетает, как что-то лишнее. В этом можно усмотреть социальный комментарий автора об иллюзорности мужского супремасизма в патриархальном обществе. Ну или это просто косяк анимации. В предыдущих проектах еще можно усмотреть какой-то смысл. Но теперь мы опустимся на самое дно. Чистые эстетики компьютерного кода и рекламных баннеров. Апгруппа Джоди создает сайты, вызывающие приступы эпилепсии даже у тех, у кого ее нет. На одном из сайтов нет вообще ничего, кроме белых фрагментов кода, мерцающих на черном экране. Мы довольно долго на это смотрели, ожидая в итоге увидеть скример в ЦП, ну или что-то подобное. Ничего не произошло. На другом сайте Джоди зеленый компьютерный код. Фанатики Нотарта рассмотрели в нем очертания водородной бомбы и антивоенный манифест. Мы, если честно, нет. Зато на этом сайте можно кликать и перемещаться к таким же пустым и бессмысленным Нотарт-объектам. Может, если упороться чаем с бергамотом, эти произведения станут понятнее, ну или хотя бы интереснее. Сайт художника Майкла Гудетти как бы вмещает себя в весь цимис интернета. Это безумный калаш из картинок и гифок под хаотичные звуки. Если докрутить страницу до конца и обновить, появится новая, но почти такая же. Через интернет-эксплорер мы это смотреть не советуем. Зависнет намертво и загорится. Забавно, кстати, что периодически на странице всплывает реклама от Яндекса. Видимо, у сайта довольно большая аудитория, чтобы рубить бабло на баннерах. В принципе, Нотарт, как мы поняли, вполне вписывается в тренды современного искусства. Многое настолько же безумно и непонятно, как работы Дэмина Хёрста и Луча Фонтана, которые они продают за миллионы долларов. Ссылки на некоторые галереи Нотарта можешь найти у нас в Телеграме. Будет на что позалипать в ожидании нашего нового видео. А чтобы оно точно появилось, поставь лайк и поделись роликом с друзьями. Ну а если ты здесь впервые, обязательно подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok